Почки не работают, соответственно, без этих лекарств, интоксикация, ну и все вместе летальный исход. Этого сценария очень боятся в семье Яны, и он может наступить, если на аптечных полках совсем пропадет препарат кетостерил. Его принимают при почечной недостаточности. Таблетки пьет мама девушки, сейчас она болеет, и нам удалось встретиться только с Яной. Яна рассказывает, ее мать, инвалид третьей группы, всегда получала препарат бесплатно. Но этим летом все изменилось. Ей ответили, что этого препарата нет, его министерство не закупило. После этого начались звонки уже в само министерство. Вот в начале сентября она дозвонилась туда. Ответа с тех пор нет. Никакого ни устного, ни письменного, никакого. В семье пришлось покупать положенное лекарство за свои деньги. К слову, одна упаковка стоит более трех тысяч рублей, а на месяц их нужно четыре, то есть это уже более 12 тысяч. Но самое страшное, что в аптеках уже трудно и за деньги найти кетостерил, его нигде нет. И людям даже не могут по-человечески объяснить и успокоить, когда будет лекарство, на что рассчитывать, где брать. Вот такой же вопрос мы задали лечащему врачу, на то, что она сказала, доставайте. Ищите знакомых, ищите аптеки как-то где-то в других регионах, доставайте. Как нам удалось уточнить у специалистов, в мире существует всего два производителя кетостерила. И летом они оба ушли на процедуру перерегистрации. В это время у регионального Минздрава не было возможности закупить препарат. Сейчас вроде перебоев с поставками не должно быть. И как нам сообщили, на крае уже закупили несколько тысяч упаковок кетостерила. По словам экспертов, в течение месяца проблема с поставкой бесплатного кетостерила будет решена. Яне остается только верить в это. Девушка боится. Не сегодня, а завтра таблетки от почечной недостаточности закончатся. И к ее маме даже не успеют приехать врачи. Потому что у скорой помощи сейчас тоже недостаточность. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.